Друзья, всем огромный привет! Находитесь на канале Автоподбор25 Занимаемся мы проверкой перед покупкой Автомобилей Вот, сегодня авторынка Зеленый угол не будет, можно я очки наделу, потому что Солнце светит? Сегодня авторынка Зеленый угол, ну как не будет? Будет немного Не будет цен Сегодня хочется поговорить О том, чем мы занимаемся Сколько это стоит, что вообще Входит в проверку и чем это дело Все проверяется и на примере Показать Не полный процесс проверки автомобиля, но Хотя бы кратенький И кстати, еще немаловажная тема Где искать автомобили? Вот прям Сразу коснусь этой темы Друзья, автомобили смотреть, сайт называется Dron.ru, все автомобили Есть там, практически все За некоторым исключением, ну в плане Может продавец Ну просто не успел выставить свой автомобиль На Dron, потому что люди Все больше и больше начали покупать Автомобили дистанционно Вот поэтому Как ни крути, все выставляется На сайт Dron.ru, неважно Какими буквами вы наберете Русскими, там, английскими Хоть какими Что касается Авито, ничего плохого Против этот сайт сказать не могу Но Авито у нас Не актуальный Сайт объявления То же самое касается и каких-то там Вещей и всего-всего остального И тем более автомобилей Итак, значит, что касается проверки автомобиля Сколько же это стоит Проверка автомобиля стоит 2000 рублей То есть говорили уже об этом неоднократно Вот специально делаем видео Что входит в проверку автомобиля Это вкратце, да Более подробная информация Конечно же по телефону Значит, изначально смотрится Кузов автомобиля На предмет битья Перекраса Шпаклевания Замена деталей Коррозии Ржавчины Гнили Дырок И так далее И тому подобного В принципе, все Что можно посмотреть Вот Осматриваются салоны автомобиля На предмет потертости Тоже вмятин Царапин Каких-то там зашитости Перешитости Грязи Там Запаха И так далее Вот Подключается сканер Сканер, ребят, подключается Я вот В одном видео показывал Есть обновочка Ну, если честно, да По факту Сканер, он Не обновляется То есть не надо Сканер покупать Приобретать там Каждый год По факту Обновляется только Программное обеспечение Но данный сканер Девятнадцатого года Вот Он Ну В него добавлены Некоторые Полезные Новые функции Сейчас немножечко Отойдем, да Что касается Ну, ладно Бог с ним К оборудованию Потом вернемся Вот Весь вот этот процесс Сопровождается фото Видеоотчетом То есть вы получите Фотографии Всего автомобиля Каждой детали Фотографии салона Фотографии днища Фотографии колес Фотографии арк Всего 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 Плюс видео В сумме Получается порядка Где-то 180 220 250 Фотографий То есть Узнаете Увидите Что с автомобилем Происходит Естественно Проверяется двигатель Двигатель проверяется Сканером Двигатель слушается Проверяется коробка передач Проверяется Механическая коробка передач На автомобиле катаемся Проверяется подвеска На предмет Каких-то Посторонних шумов Понятно Что досконально Что вот там у тебя Через 10 тысяч километров Тебе придется поменять Соленблок Такого Такого не проверить Автомобиль загоняется На яму По необходимости И по согласию По согласию продавца Но основная масса продавцов Конечно же Они идут Все идут на уступки Открывается аукционный лист Аукционные листы Это отдельный момент Ребят Смотрите Аукционный Практически каждый автомобиль Он есть в аукционной статистике Там за некоторым исключением И то Можно найти По всяким разным Скажем так Закрытым Ресурсам Что касается Аукционных листов Если Не прошло Три месяца С момента покупки Автомобиля В Японии То аукционный лист Открывается Бесплатно Если Три месяца Прошло То открывается Он плата Там в районе 600 рублей Вот Поэтому Будьте готовы Будьте готовы На это Вот Дальше Значит Ну В крае Естественно Проверяются Фары Задний ход Пинки Рывки Автоматы Я вам Про все это говорил Да Работа всего Работа всего Салонного Оборудования Короче говоря Ребят Более подробную информацию Уже по телефону Это я так вкратце Сейчас рассказал Что было У людей Там не какое-то понимание Что проверяется Дальше Значит Вернемся с вами К оборудованию Что касается Сканер Сканер Профессиональный То есть Это не какой-то За липон Куплено на Алиэкспресс За 10 тысяч рублей Это профессиональный Сканер С дилерскими функциями Как я уже говорил Сканер покупать Каждый месяц Каждый год Каждые два года Не надо Его просто Нужно обновлять Такой профессиональный Сканер стоит В районе 100 тысяч рублей А вот представьте Если вы будете себе Сканер покупать Каждый год По 100 тысяч рублей Но Это конечно Неисправильно То есть Без сканера Никуда Сканером смотрятся Все системы В автомобиле Также он имеет Функции обучения Там адаптация И Ну много-много-много Подробности Углубляться не будем Дальше значит Без толщины мера Без толщины мера Как бы если честно Тоже Никуда Допустим В данный момент Есть три толщины мера Вопрос Зачем три толщины мера Третьего К сожалению С собой нет Но Знаете Бывает смотришь Автомобиль Продавец Да у тебя там Толщины мера гонит Там то Там это Ага Ты подошел И показываешь У меня их два А у меня их три То есть специально Есть один недорогой Есть один В районе Десяти тысяч рублей Стоит Да Но вот этому Толщины мера Уже года два Сейчас он немножко Подешевле стоит Кстати Довольно-таки Неплохой толщины мера Да И есть толщины мера Подороже Толщины мера Должен быть Он должен Видеть Как цветной металл Так и Черный металл Это очень важно Потому что Большинство автомобилей Сейчас новых автомобилей Они идут Ну какие-то есть Алюминиевые детали Да Где-то Крышка багажника Где-то под Где-то весь кузов Ну не весь кузов А пол кузова Как допустим На Nissan Leaf Да У него очень много Алюминиевых деталей Вот Толщины меры Они проверяются Они калибруются Ну как бы они идут Самокалибровка Да Но тем не менее Я все равно Я все равно Стараюсь Стараюсь Почаще Калибровать Эти Толщины мера Вот Дальше Значит Что еще хотелось бы Сказать Хотелось бы По поводу цены Да Потому что Многие там Вот у вас стоит автомобиль Посмотреть 2000 рублей А что так дорого Давайте вы мне за 1000 рублей Посмотрите Но смотрите Вы приходите в магазин Да Колбаса стоит 100 рублей Вы говорите Товарищ там продавец Продайте мне колбасу За 50 рублей Вам ее продадут Нет Вам ее не продадут Тут Ну знаете Я считаю То что 2000 рублей Это нормально Адекватная цена Есть Подборщики Которые берут там И по 3 И по 4000 рублей Да Есть сервисы Которые берут За осмотр одного автомобиля Там 5000 рублей Но 4-5 тысяч рублей Я считаю Это много Кстати Вот Возвращаемся еще К оборудованию Да Вот Вот это И вот это Ну как бы Сканеры Толщиномеры Это Ну скажем так Не показатель Да То есть Не каждый человек Может Просто приобрести себе Сканер Ага Подключить его Машине Кстати Вот Сам сканер Да Вот Сканера Вот такой вот шнурок Такое покупает Блин А что это такое А куда это всувать Да То есть тут еще нужно Разбираться Ну ладно Бог с ним сканер Не каждый человек Второй момент Сможет прийти Взять толщиномер И просто пройти Посмотреть По машине То есть бывает Красят так То что Толщиномер Он бьет Вровень Да Есть такие моменты Допустим Там новая деталь Красится Просто на два слоя Ага Неопытный человек Пришел Потыкал Толщиномером Да О все Ништяк У тебя тачка Блин В родной краске Но по факту Есть крашен элементы Короче говоря Я к чему веду То есть Помимо всего Вот этого оборудования Нужно еще там А там Это опыт То что у тебя За спиной То есть Опыт Невозможно Наработать За день За два За три За неделю Да Ну Там За полгода То есть Все это работа 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 То же самое Как и На учебе Там институте Учимся Да Без практики Никуда В любой работе То есть Просто Просто Нужна Нужна практика Вот Я вкрасе Рассказал Как проверяется Чем проверяется Что Сколько Стоит Две тысячи Рублей Город Владивосток Что Кстати Кстати Тоже Немаловажный Момент Работа Официально Да То есть Мы платим Налоги Вот с этих Двух тысяч Рублей Платятся налоги Поэтому Там какие-то Проверки Не страшны Вот Самозанятый Самозанятый Человек Две тысячи Рублей Это город Владивосток Что касается Пригорода Там Каких-то Других городов Ребята Вы поймите Это все Отдельно Да То есть Человек Позвонил Скинул В уссурийской Машину Посмотреть А ему ценник Там Озвучишь Или в Артеме Или еще Где-нибудь Ой А че так Дорого А вы же Сказали У вас Стоит Две тысячи Рублей Ну смотрите Вы Давайте Посчитаем Время Там Трудозатраты Бензин Амортизация Автомобиля И так далее Вот Дальше Что у нас дальше В принципе Про это рассказал Про то рассказал Пишите Комментарии свои Оставляйте Какие вопросы будут Кстати будем делать Вот такого плана Видео Да Вопрос-ответ Потому что Нужно общаться Что касается Автомобилей Тут тоже Вот Не раз уже Говорил об этом Да У людей Очень У людей Почему-то Сложилось такое мнение То что на авторынке Зеленый угол Все барыги Продавцы барыги Смотрите Ребят Ну с чего взяли То что они барыги Это обычные люди Это обычные мужики Есть женщины Которые Которые просто Этим зарабатывают Вот Где они барыги То что он зарабатывает На автомобиле Там 20-30 тысяч Ну это его работа Вот Если вам Ну как Я не то что там Защищают Да Кого-то Я не говорю Что там все Все продавцы Там супер У всех честные машины Безусловно Есть нормальные продавцы Есть там Продавцы Не очень Хотя если честно Сейчас Блин Больше нормальных Продавцов Чем не очень Да Кто-то возит машины С большими пробегами Кто-то возит С маленькими пробегами Кто-то возит Битые Кто-то говорит об этом Кто-то не говорит об этом Кто-то подделывает Аукционалисты И так далее Короче говоря Вот Если вы хотите купить нормальный автомобиль допустим возьмем просто примерно тот же самый subaru forester вы хотите все forester в рестайле с пробегом там 50 тысяч километров там 50 70 80 а денег у вас полтора миллиона вы поймите вы не купите себе автомобиль да вот forester за полтора миллиона но если у вас еще смотря еще наверно в максимальной комплектации но если у вас есть я сейчас немного по цене могу ошибаться да но вот допустим берем диапазон полтора миллиона есть и если у вас есть уже миллион семьсот миллион восемьсот да вы купите вот человек который приехал на авторынок зеленый угол купил автомобиль себе за полтора миллиона он будет потом наговаривать то что у вас там во владивостоке на авторынке одни корче 1 бить и продается ну ты же думал когда-то машины покупал да ты купил машину за полторашку за полтора ляма когда средняя цена на такой автомобиль там допустим 17 поэтому если вы хотите нормальный автомобиль нормальный автомобиль к сожалению дешево он стоить не будет вот что еще добавить в принципе добавить наверно больше нечего просьба не звонить по ночам сегодня ночью прям капец какой-то был я уже не знал куда от этого телефона деться кстати что касается видео ребят не успевая снимать видео вот не успевая потому что потому что много работы сейчас зайдем на авторынок я на примере минут на 5 на 10 покажу вам как проверяется автомобиль вот и что и следующее видео уже будет сценами но пока не забудь подписаться поддержать и конечно же поставить лайк ну давайте рассмотрим вот на данном примере это приус 20 кузов 2008 год юбилейный 4 балла с пробегом 31000 да я вот напоминаю я подробненько не буду вам показывать рассказывать как это все делается просто так примерно итак начинаем мы с внешнего вида то есть сначала сначала сам ходишь и визуально смотришь автомобиль кузов автомобиля на предмет каких-то скрытых дефектов то есть обошли посмотрели если мы дефекты виде но в любом случае видим дефект не видим дефекты будет фотографироваться все будет фотографироваться вот допустим каждая деталь до колесо состояние покрышки состояние заднего крыла состояние двери состояние передней двери порог состояние по низу автомобиля такую небольшую наверно проверочку можно будет провести да то есть когда мы все это дело отфотографировали мы уже берем в руки толщиномер идем и делаем замеры подробно я вам не буду показывать как делаются замеры вот на одной детали покажу да то есть шаг небольшой чтобы ничего не упустить видим то что этот элемент у нас идет крашеный замеры толщины мера не фотографируются а снимается видео так мы идем с вами по всему кузову да вот за одну такую бесплатную проверочку кто-то получит на автомобиль кстати я аукционник не пробивал не смотрел но вроде как действительно он бальный вот этот вот привоз идет вот значит сделали замеры толщиномера кстати пока совпадает до по левой стороне идет окрас вот собственно к чему я говорил да то что толщиномер он должен видеть как цветной металл так и черный металл смотрите вот заднее крыло у нас идет черный металл и железо а крышка багажника уже идет nfe то есть идет здесь алюминий и показатели по алюминию будут немного другие давайте уже пробегусь до конца то есть смотрим все пороги двери крыша все допустим посмотрели не знаю как другие да но я вот почему-то начинаю осмотр именно с задней части автомобиля то есть открываем дверь там крышку багажника не важность что это за автомобиль изначально сразу смотрим на предмет снятия болтов здесь был ты целы обязательно просматриваем швы здесь допустим когда меняются задние крылья точно сварка у нас волшебным образом куда-то исчезает швы становятся у нас не заводскими то есть все по порядку да вот я открыл крышку багажника я салон сейчас здесь осматривать не буду не буду фотографировать дальше смотрим обязательно тазик швы герметики чтобы все было заводское по хорошему нужно сейчас вытаскивать даже к нам туда вот подальше забраться но опять же на видео я этого делать сейчас не буду тазик снизу посмотрели обязательно смотрим торцевые планочки сам тазик чтобы не дай бог вот там где-нибудь не спрятали не сварили не выварили вот вкратце осмотрели ну опять же по привет по каждой каждую дверь открывать не будем на примере задней двери открываем заднюю дверь внимательно осматривается проем на предмет каких-то дефектов осматривается дверь на предмет снятия двери есть такие умельцы да когда ну реально когда делаю там красят эту дверь не дверь красит а болты потом понимают и в принципе человек который не понимает может не увидеть то что эта дверь снималась поэтому в любом случае чтобы себя обезопасить обязательно проходим толщиномером по внутренней части то есть внутренняя часть вот здесь но опять я вкратце покажу бывают такие моменты когда ну допустим здесь у нас что-то за там поняли да вот недавно у нас был fit fit по аукционе фон шел три балла по факту там еще порог оказался менееный то есть болтики подкрасили там тряпочку положили подкрутили все отлично по факту автомобиля ну возможно менялся порог возможно менялась часть порога то есть детали вы знаете они могут по-разному меняться могут вот здесь кусок поменять могут вот здесь кусок поменять могут там отсюда досюда поменять кусок могут там стойку вот и вот центральную поменять это уже конечно не не есть хорошо ну и конечно же не мешало бы это делать ну не прям таки обязательно да но опять же лучше конечно это сделать это не сложно взять вот так резинку сыграть посмотреть чтобы у нас точная сварочка вот она ведь их чтобы она везде просматривалась если у нас не дай бог что-то резалась то у нас обязательно будет надпил человек подборщик профессиональный подборщик который в этом хотя бы там что-то соображает да он обязательно увидит то что здесь идет не заводская точно сварка либо идет какой-то либо не дай бог идет какой-то шов и так значит смотрите то есть осмотрели мы получается кузов автомобиля да на предмет окраса на предмет замены деталей на предметом переварки порогов замены стоек и всего всего-всего-всего дальше смотрится подкапотное пространство капот кстати на приусе на этом тоже идет алюминиевый подкапотное пространство осматривается также элементы автомобиля то есть капот крылья на предмет снятия смотреть нужно очень внимательно потому что говорю есть такие то что делают прям как на заводе то есть этого недостаточно да просто открыл посмотрел капотах а целый целый дальние болты целые здесь тоже все целое этого недостаточно тут надо как бы быть все равно повнимательный обязательно нужно смотреть вот эту верхнюю планку она тоже знаете как бы есть автомобили где болты окрашены в цвет да есть где нет и вот неопытный человек тоже подойдет смотрит а вот у тебя гранты цирона да у тебя тут по-любому планка менялась ничего подобного обязательно нужно добраться до но у скота до лонжеронов знаете сейчас все вот эти новые машины пошли все съемно-разборная здесь мы особо ничего не увидимся с вами на камеру да по факту без камеры это все огибается залазится все это смотрится неплохо если у тебя есть зеркало специальное нужно просмотреть на герметик нужно посмотреть шов на лонжероне в районе чашек нужно просмотреть обязательно точечную сварку что с правой что с левой стороны и так ребят в принципе по всему кузову знаете доходило даже до того то что вот человек идет толщиномером смотрит тут 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 там шаг у него допустим 20 сантиметров до а встречались автомобили когда у тебя часть просто вот отсюда до сюда и она идет меня на как-то вот года три назад был такой был такой момент лобовое стекло обязательно смотрится проверяется как бы ну тоже узнаете многие там приедается к этому лобовому стеклу по факту по мне так ну если честно по мне не важно какое оно там родное не родное стоит лишь бы оно было нормально не китайская как-то там несколько не сказала также по стекла можно определить дату выпуска автомобиля и так значит смотрите посмотрели мы с вами кузов все допустим у нас кузовцы ну неважно целый не целый все это дело мы осмотрели капот можно будет закрыть дальше заводится двигатель автомобиля двигатель заводится на холодную и на холодную прям по видео показываю как работает двигатель тут два момента не то что два момента два раза до на холодную на горячую и на горячую далее пока допустим двигатель у нас там прогревается подключается сканер сканером смотрят сканер смотрит все системы в автомобиле и немаловажный момент сканер до использования сканера именно на гибриде сканером автомобиль мы посмотрели посмотрели все системы все все это запечатляется фото видео отчетами дальше проверяется работоспособность всех приборов то есть мультируль там температура круиз-контроль включается не включается стеклоподъемники складывания зеркал регулировка зеркал проверяются там подсветка в автомобиле если это электросидение электросидение проверяется вот магнитола камера заднего вида магнитола это вообще отдельная тема блин почему все так любите японский магнитолы мне допустим они если честно не нравятся вот и вы покупаете не магнитолу не камеру ребята камерой магнитола это вообще капец ну что машины покупаете по камере заднего вида помоги то ли магнитолу поменяли поставили нормальность она вас не устраивает если камеры нет не надо отказываться от покупки был такой случай вот недавно блин женщина но реально она отказалась от покупки автомобиля то что нет камеры заднего вида ну как это так ну цена вопроса полторы тысячи рублей полчаса времени все у вас будет камера ладно бог с ним это все проверяется также смотрите проверяются обязательно документы но вот эти документы не от данного автомобиля но я покажу допустим если автомобиль привезен не на юрлиц не на фис лицу она юрлицо то есть у вас идет выписка электронная на тут раз два три 4 листка идет с бк тс это таможенный союз свидетельство безопасности конструкции транспортного средства здесь указано данные оба автомобиля данные если это физик физика ну здесь данные компании на которой компании на которую раз таможен автомобиль добавочный лизы к декларации ты положка вот это вот в принципе в принципе вот эти вот бумаги да они не нужны но пускай они будут тут недавно тоже позвонил подписчик горит не вот без вот этих ты положил блин машину на учет не ставят сейчас у меня заберут ее на эту самую нарез площадку ребят но не знаю первый раз и такое слышал аукционный лист понятно то что его можно подделать и смотрите если у вас автомобиль привезен на юрлицо у вас должен быть обязательно договор от юрлица здесь уже стоит фамилия директора стоит печать стоит роспись вам нужно будет сюда вписать свои данные и данные об автомобиле стоимость транспортного средства составляет 3000 рублей почему 3000 рублей история долгая не то что долго это нормальная история нормальная ситуация поэтому кому интересно можете позвонить я вам по телефончику по телефончику вам все расскажу так ладно документы сложу все посмотрели кузов все это дело отфотографировали замеры толщиномера сделали посмотрели элементы на снятие поддергивали резинки посмотрели подкапотное пространство на предмет замену там каких-то деталей двигатель уже у нас прогрелся слушаем двигатель чтобы он не запонил там не газил снизу не было никаких подтеков если есть какое-то подозрение обязательно просит просим продавца чтобы заехали заехали на яму вот я извиняюсь я могу немножко что-то вот подзабы да не договорить поэтому знаете вы тоже все такие простые вы возьмите попробуйте камеру и попробуйте себя поснимать дальше значит сканером посмотрели работа в особенность приборов проверили ну и дальше переходим к салону то есть осматриваются сидения на предмет каких-то потертости там я не знаю про куров грязи залазится под низ осматриваются ковровое покрытие дверные карты осматриваются в принципе все автомобили игры получаете порядка 200 фотографий некоторые говорят у нас там аж блин телефон залипает зависая да вот такого количества фотографий вышли проверили работоспособность всех приборов смотрите что касается ключей да вот тоже как бы вроде мелочи да вроде мелочи но по факту как она может оказаться то есть продавец допустим занят продавца просишь открыть автомобиль он тебе автомобиль идет бесключевой доступ он тебе дает сумку с ключами все ты подошел кнопочку нажал открыл спрашиваешь у него сколько ключей он говорит я не помню надо смотреть но он занят ну ты же не будешь там искать смотреть как ты как ты найдешь вот допустим ключ от prius если минуту стоит 20 prius of вот поэтому по ключам блин по магнитолом по камерам заднего вида хода это тоже тоже все это можно сделать вот смотрите все вот все смотрели до тест-драйв сделали коробку проверили все нормально по подвеске все рассказали дальше значит давайте наверно присядем ну и также естественно это бесключевой доступ проверяется работа работа без ключевого доступа сколько занимает времени проверка автомобиля смотрите если проверка автомобиля происходит с вами то она может занять да там ровно пять минут почему так мало потому что пришли толщина мера машину посмотрели кстати попадаются такие машины когда толщина мера не нужен это просто вообще ужас толщина мера машину посмотрели заказчик клиент подписчик принимает решение говорит нет все ребят такая машина мне не нужна вся шпаклеванная поэтому насмотр автомобиля уходит пять минут если автомобиль смотрится дистанционно то в среднем на все вот эти процедуры на все вот эти манипуляции уходит наверное порядка 30 минут на один автомобиль вот плюс время на заезд на яму да и на тест-драйв то есть но если это просто тест-драйв это еще где-то минут 10 если заезд на яму то по времени уйдет где-то где-то час на автомобиль дальше значит что еще хотелось бы добавить не помню говорила в этом видео не говорил что касается аукционных листов мне аукционный лист нужен только для того чтобы узнать пробег на автомобиле ну понятно если это топляк не топляк вот привозит человек автомобиль продавец купил себе да в японии автомобиль он уверен на 100 процентов то что автомобиль целый то что автомобиль бальный то что он бьется по статистике но он реально бьется по статистике то что не бит то что он не крашен а по факту получается ну вот такие моменты да как смененными порогами поэтому аукционному листу доверять нельзя я не говорю что все аукционные листы плохие я говорю это из просто и своего своего там из нашего из долголетнего скажем так опыта работы да потому что вот еще раз говорю продавец все вот уверен у меня все ништяк но по факту по факту получается вот в японии что-то где-то не посмотрели что-то где-то не доглядели и так далее поэтому ребят обязательно обязательно проверяйте автомобили и покупайте автомобили не только по аукционным листам вот пример я не помню как звать человека не помню с каком он города но это было вот буквально на той неделе смотрели ему спайков до спайки он скидывал штук наверное 5 ему спайков пересмотрел все его не устраивало вот и тут все коп там блин я купил себе спайк я говорю а что за сколько купил но я не буду дальше называть нам что за сколько он купил вот там то 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 я говорю ну блин вроде цена там нормально все ништяк все адекватно говорит ну я его купил ну ты говорит ну проверь все ну короче говоря крышка багажника автомобиля меня на вот дверь багажника как бы там внутри все целое так называемый тази хотя там тазик они все целое стойки швы герметики все идет целом тоже неприятный момент правильно ну болты сорваны а нет вру там со стороны стопоря немножечко стоечка подкрашена была как бы как бы не сильно но неприятно человек покупал машину как больную аукцион там 4 балла была она должна была быть вся целая без каких-то там меняных элементов короче говоря вот такая вот вот такая вот фигня получается ладно на сегодня будем заканчивать спасибо всем кто досмотрел до конца видео такое на любителя да тут много просмотров не будет но тем не менее я думаю она полезная будет для многих кто собирается приобрести автомобиль в общем спасибо огромное за подписку за лайки за поддержку у кого есть какие вопросы звоните пишите ребят что касается комментариев да не всегда есть возможность ответить всем на комментарии не всегда читаются абсолютно все комментарии но поверьте возможность есть не всегда потому что работа семья дома тренировки дети школа садики уроки и так далее бывает такое то что это спать уже ложишься не знаю уже в час ночи до вставать тебе там в семь утра вот поэтому на сегодня все всем пока